Дэнди Доброе утро, дорогие телезрители! Я рад, что вы проснулись и смотрите нашу программу в Мирденди. Что же сегодня вы увидите? Как всегда, новые интересные игры, рубрика «Хелк секретами», «Родалер Терталейшн», «Хит-парад» и «Роллспорт», а также многое-многое другое. Не будем болтать попусту. Начинаем! Начинаем! Привет! Совсем немного времени прошло с эпохи FIFA 98. И вот, неожиданный FIFA 99 находится у меня в руках. Итак, репортаж прямо с места действия. Специально для Мирденди и специально для Sega. Не иступил еще 99-й год, а FIFA 99 уже вовсю тусуется на прилавках магазинов. Я не упускаю возможности просветить каждого фаната виртуального футбола. Сразу можно отметить, что игра получилась очень интересная и увлекательная. Улучшилась графика, футболисты стали более похожими на настоящих футболистов. Причем многие из них известны даже младенцам. Все отчетливо видно. Поле большое, так что одним пасом все не обойдется. Все вроде бы как обычно, но в запасе русского языка имеется такое слово, как «почти». Оно-то и относится к 99-му футболу. Тут можно играть вдвоем, как за одну команду против компьютера, так и за две против друг друга. А команд в игре очень много. Аж глаза разбегаются. Но ничего, для настоящего профессионала и болельщика это не помеха. Выбираешь Россию и вперед лопать мячики. Правда, обычно он лопается об голову какого-нибудь наглого футболиста, пытающегося сделать сальто после забитого гола. Вот и получает за это по голове. Но это все шутки. Совсем не как игра. Она очень серьезная. Но головой все равно думать не придется. В эфире хит-парад Мера Дэнди. На этот раз он будет посвящен жанру 3D-экшн. В одной из наших прошлых передач мы уже рассказывали про этот довольно замысловатый жанр. Скажу только краткий перевод. Трехмерные боевики. И этим все сказано. Пятое место Брокен Хеликс. Сломанный винт. Очень динамичный боевичок. С весьма приличной графикой. На движении героя портят всю картину. Четвертое место Резидент Ивл. Директор Скат. Хотя боевик достаточно старенький, но все равно заставляет игроков возвращаться к нему все снова и снова. Третье место Том Прайдер 2. Игра, которая до сих пор пользуется неслыханной популярностью. Этот боевик минусов практически не имеет. Второе место. Резидент Ивл 2. Настоящий подарок для любителей острых ощущений. Незастаток только в короткой протяженности игры. И первое место. Новинка сезона. 100% надеют с максимальной отдачей. Фьючекоп. Полицейский и будущего. О котором вы знаете по прошлой нашей программе. Каждое воскресенье на телеканале в премьер развлекательная и вызывательная программа Мирдензи. В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости. Всевозможные конкурсы и викторины. Куча полезных секретов. Ну и конечно же сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то безусловно эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30 несмотря на то, что хочется спать. Включаем свои телевизоры и смотрим Мирдензи. И снова наш любимый РПГ. На этот раз это Вайлд Армс. То бишь крепкая хватка, выполненная в классическом стиле. Ну разве можно пропустить такое? Так что если кто-то и не играл, прошу любить и жаловать. Sony Playstation. Ну а вы что думали? Final Fantasy 8 что ли? Ничего. Положите платки и прилетите к экрану как можно покрепче. О том, что надо пропустить много чего интересного. А именно игру Вайлд Армс. Что в переводе означает Дикая хватка. Она выполнена в классическом стиле РПГ. То есть является двухмерной. Но не полностью. Бои трехмерные. Прямо как в Final Fantasy. Кто в них участвует? Ну во-первых, это ваши персонажи. А во-вторых, это огромная свора всевозможных монстров. И злодеев. И мутантов. И магов. И волшебников. И боссов. И... Так далее. А сюжет игры выполнен просто на 20 по 5-балльной системе. Я даже не представляю, кто его писал. Но знаю одно. Это талантливый человек. В арсенале ваших героев имеется множество видов оружия. Магии и лекарств. Магия выглядит, как всегда, очень красиво. Путешествовать придется на практически такой же карте, как и в Final Fantasy 7. Но содержимое это совершенно другое. Огромное количество городов, пещер и других мест. Где вам придется бегать и развивать сюжет. Спрашивать у всех те или иные вещи. Короче, скучать не придется. Тем более, что за полчаса игру пройти не удастся. А вот что удастся, советую вам попробовать. И проверить свои возможности геймера. Вперед и с музыкой. Нет такого человека, который не знает дом Дэнди на Багдалах Митского 33. Побывав там однажды, запомнишь надолго. И обязательно, если хочешь вернуться в этот мир электронных развлечений. Ведь там вы найдете игровые приставки на любой вкус. От Дэнди и Геймбоя до Sony PlayStation. От огромного обилия различных картриджей и дисков. Попусту разбегаются глаза. И вы проведете не один час у прилавка, просматривая это разнообразие. О боксуарах и вовсе стоит промолчать. Всевозможны прибамбасы, джойстики, переходники, взломщики, карточки памяти. Удивяя даже самого закаленного геймера. И все это лишь малая часть того, что вы сможете найти в доме Дэнди. А чтобы увидеть все, вам нужно просто прийти на Магдалла Смелинского 33. И мы поможем вам разобраться и ориентироваться в этом сложном мире компьютерных игр. В последнее время я почти перестал встречать действительно хорошие игры на нашей PlayStation. Но, я сказал почти, это значит, что поток высококачественных зверушек еще не иссяк. Если вы, как и я, настоящий ценитель игр, то вы обязательно оцените Энигму, игру, о которой вы сейчас узнаете. Итак, приготовьтесь к сложнейшей загадке, аналогов которой вы еще не встречали. Игра поразила меня с первого взгляда и захватила все мое свободное время на очень долгий срок. Давно не играл в такие качественные и увлекательные игры. Поэтому можно простить мунихорадочный азарт. Графики на высоте, заставки обалденные, полная озвучка голосов, удобное управление. Единственный минус – это треклятый японский язык. Полностью скрывший всю сюжетную линию и смысл многих загадок. Но это еще не значит, что игра стала непроходимой. Нет, настоящий профессионал пройдет все, что угодно. И без труда догадается, что ключ надо ставить в замочную скважину. А чтобы открылась подлинная дверь, вам нужно всего лишь дотронуться до точки на подтретье. В самом начале игры вам предстоит выбрать своего игрока. И от вашего выбора будет зависеть не только внешний персонажа и различные удары. По сути говоря, это не три отдельных героя. Это три совершенно разные игры со своими уровнями монстрами-загадками. Каждая из этой троицы обладает своим оружием и суперударами, которые, благодаря легчайшему управлению, делаются очень просто и получаются всегда. Бои с монстрами напоминают чем-то файтинг. Только вместо боя можно бегать по комнате в ожидании момента, когда можно будет нанести критический удар. А можно и просто застрелить соперника при наличии огнестрельного оружия. Также, как и в любой другой бродилке, по ходу игры вы находите кучу различных предметов. Аптечек, антидотов, обоин и других вещей непонятного назначения, с которыми потом будешь просто бегать и пытаться использовать их на всем, что под руку попадет. А это, поверьте мне, задание неисприятное. Лучше слегка подумать головой для начала, а потом уже действовать. Так что могу гарантировать, любителям таких игр Enigma понравится. Да и всем остальным советую поиграть, иначе вы очень многое потеряете. А теперь традиционная рубрика Health. И сегодня секреты будут для игры Red Alert Retailation. Казалось бы, игра совсем недавно появилась, а у меня уже есть для неё секреты. Так приготовьтесь записывать их, если вы не любите играть честно. Все секретные коды вводятся во время игры на правой панели с помощью кнопки «Нолик». Треугольник, треугольник, Х0, треугольник, квадрат. Открыть всю карту. Х, Х, квадрат, 0, 0, 0. Получить тысячи денег. Треугольник, треугольник, квадрат, бомбардировщик. 0, Х, 0, 0, Х, квадрат, бомба. Квадрат, 0, треугольник, Х, 0, 0. Хроносфера. Квадрат, Х, 0, Х, треугольник, треугольник. Технология бессмертия. 0, 0, треугольник, Х, Х, квадрат. Победа. Однозначно, во всем нужна умеренность и в виртуальных развлечениях тоже. Поэтому мы продолжаем репортажи с экстремальных игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова